Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. Меня зовут Елена и вы находитесь на канале Собсни. В этом видео я хочу поделиться с вами своим небольшим, но полезным заказом в каталогу Фаберлик номер 7 2017. Если вам интересно такого рода видео, то всех приглашаю к просмотру и давайте начнем. Я хочу с вами поделиться, показать, все рассказать. Конечно же, я все это беру, как обычно, за свой счет. Это вот чек у меня есть здесь и бумажечка, по которой я буду подглядывать и говорить вам название и артикулы и цены. Давайте начнем с того, что ради чего вообще все это делалось. У меня дома я люблю средства для мытья посуды, люблю жидкое мыло, устраняющие запахи, просто жидкое мыло. Вот ради этого все я и делала заказ. Ну давайте начнем с новинки. Новое средство для мытья посуды. Это средство концентрированное, но я его не растворяю, потому что оно идет довольно-таки жидко, данное с ароматом эвкалиптов. Это 0+. То есть можно использовать с 0 лет, мыть детскую посуду и бутылочки. Артикул 3.1.92. Это средство идет новинка и цена 149 рублей по каталогу. Ну конечно же, со скидкой это дешевле. Аромат мне понравился. Цвет имеет такой зеленоватый. Аромат свеженький, такой травянистый, как лип. Это мне почему-то наполнило жвачку какую-то, такой вот эвкалиптовый орбит, может быть, или что-то такое. Ну классный запах, конечно, будет поднимать настроение. Скоро придет жира, и как раз это средство будет у меня очень хорошо расходоваться. У меня сейчас лимон. Лимон мне тоже понравилось средство. Но у него, к сожалению, вот эта вот крышечка у меня оторвалась. Лимон я вам покажу уже в пустых баночках, наверное, в ближайших. Это в конце мая будет. Средство хорошее, расходуется неплохо, экономично, 500 мл. Могу бы посоветовать. Мне понравилось. Я просто вышла с новым ароматом. Я, конечно же, решила взять именно с новым. И мыло жидкое для кухни. Я взяла для себя с новым ароматом, хотя оно давно представлено в каталоге. Но именно такой цветочный аромат, синенький, такой синебелый этикетка, я пока не пробовала. Это мыло идет в артикул 11205. Оно стоило недорого, 85 рублей, с цветочным ароматом. Аромат этот очень приятный, таких цветов луговых почему-то для меня. И что-то такое похоже на, сейчас я вам скажу, полевые цветы, знаете, такие вот луговые, может быть, колокольчики или что-то такое. Для меня такими цветами пахнет. Вот они здесь как раз, по-моему, колокольчики есть. На самом деле, хорошо передан запах колокольчика. Удобный дозатор, мыло такое, среднее по консистенции у меня, но экономично используется. Поэтому мне его хватает на долго. У меня сейчас идет тоже с цветочным ароматом, только с сиреневой такой этикеткой. Ну и это я попробую обязательно с удовольствием. И могу его посоветовать. Запахи устраняют неприятные, на самом деле, хорошо. Следующее, что я вам покажу, это будет жидкое мыло, которое я беру не первый раз, даже именно данный аромат, серии Beauty Cafe, спелая смородина. Просто обожаю и люблю этот запах. Такой фиолетовый, поднимающий настроение, цвет. Удобный дозатор. Артикул жидкого мыла 21.33. 89 рублей была цена по каталогу. Я брала именно по каталогу. И уже видно, что я немножко использовала. Я одна им пользуюсь. Очень такой сочный, спелый, приятный, вкусный запах смородины, который на какое-то определенное время остается на ручках. Давно я попробовала это жидкое мыло. И с тех пор этот запах абсолютно не изменился. Классный, отличный, приятный, вкусный, спелый. С кислинкой такой. Могу бы посоветовать. Очень-очень здоровски. Я его себе беру и брать буду дальше. В том числе в таком аромате. Ну и иногда чередуя разные ароматы беру. Для своего сына любимого, для сыночки, я взяла его щетку любимую. Ее, к сожалению, не было по баллам. Я ее взяла, по-моему, за 119 рублей. У меня ее нет здесь в записях. Но она, в общем-то, выглядит таким образом. Зеленая с желтым. Салатовая такая с желтым. Ее можно поставить. Она идет на присоске. Она мягкая. Она идет... Ну, то есть, удобно, чтобы стать. Можно не травмирует абсолютно. Ни десна, ни зубки. Удобно в руке держать ее. Цена невысокая. Есть там голубая, зеленая. По-моему, розовая. Три щеточки. У меня сейчас у сына была голубая. И теперь еще будет вот такая зелененькая. Главное, что для любой мамы, я думаю, что, чтобы ребенку было хорошо, чтобы нравилось. Ему очень нравится. Поэтому я беру не первый раз. Так. Следующее, что я вам покажу, это будет по баллам. То, что я взяла по баллам, я взяла средство для удаления лака для ногтей. И оно стоило мне 35 баллов. А в каталоге, по-моему, цена около 200 рублей. Такое вот средство с витамином F. У меня сейчас именно такое же заканчивается. Удобный здесь дозатор. Можно ватный диск приложить и спокойно стереть ногти. Хорошо удаляет лак от глиттерной лаки. То есть, с блестками хорошо удаляет лак обычные, глянцевые, яркие. В общем, никаких нареканий нет. Ну, конечно, небольшой объем такая баночка. И довольно-таки дороговато. Я считаю, что для такого объема стоит в каталоге 100 мл. Артикул 7197. Средство хорошее. За счет своего дозатора довольно-таки экономичное. Могу посоветовать. Следующее, что я только попробовала. Вчера первый раз. Это серия Airstream для лица. Кислородное сияние. Вицеллярный на съем 3 в 1. По полной цене почти. Я брала с небольшой скидочкой. 199 рублей. 0204 артикул. Удобный идет здесь дозатор. Аромат имеет такой... Он есть легкий, ненавязчивый, приятный. Сладковатый. Это средство хорошо удаляет. Макияж обычный. Как сказать, пока попробовала обычную тушь, тенью. Карандаш для бровей. Вот это вот все. Там тонально удаляет все очень хорошо. Могу посоветовать. Ну, пока не пробовала что-то там более стойкое. Например, более стойкие тени. Или подводки. Там, например, тушь. У меня таких просто нет продуктов. Поэтому не могу ничего сказать. Но обычную косметику, неводостойку удаляет очень хорошо. Экономичное средство. Мне понравилось. Мне как раз закончилось. Мне нужно было. У меня закончилось. Дальше покажу вам бонус за покупки. Водичка. 149 рублей всего лишь была. Миниатюрка. 15, извините, миллилитров. Аромат Пондор. Давно я его хотела. У меня был его пробник. Мне этот аромат нравился на зиму. Такая вот коробочка. Я его оставлю именно до зимы себе. И вот такой аромат. Удобно брать с собой на работу. Мне нравятся такие небольшие миниатюрки. Крышечка здесь неиспадает. Очень хорошо держится. У меня все хорошо с этим ароматом. Сейчас я вспомню. Подобновлю. Персик, абрикос. И какие-то нотки я здесь чувствую. Ну, то есть, это именно фрукты, да, персик, абрикос. Нотка восточная какая-то. И нотка, возможно, древесная небольшая есть. Аромат это теплый, согревающий, сладкий. Поэтому для меня он больше подходит на холодное время года. Запах приятный. Сейчас у нас скоро лето. Поэтому пока откладываю эту водичку. И с удовольствием осенью, когда будет прохладно и зимой, буду им пользоваться. Следующее, что я вам покажу, это будет такое средство. Для ногтей. Это укрепляющее средство. Я брала антивозрастное. Мне оно понравилось. Оно хорошо выравнивает ногти. Но, к сожалению, у меня не препятствует расслаиванию. Теперь я взяла укрепляющее средство по ходу за ногтями. 72,57 артикул. Можно было взять 2 средства за 119 рублей. Я взяла себе 2. Второе я взяла антивозрастное. Я его планирую подарить своей подруге. Лёля, привет тебе. Надеюсь, что тебе это средство понравится. Потому что это и то можно использовать отдельно, даже без лака для ногтей. Кисточка здесь идёт как в лаках CC. Умный цвет, широкая. Более-менее это хорошо подстрижено. Данное пока покрытие я не пробовала. Оно идёт матовое. И заявлено, что оно может подходить и для мужчин, и для женщин. Но так как я мужу никогда не уговорю таки пользоваться, буду с удовольствием пользоваться им сама. Этим покрытием. Ну, как основой, да, скажем так, под лак. Дальше давно я хотела себе приобрести вот такое средство-корректор для... Цветной корректор для лица жёлтый. 6181 артикул. 149 рублей всего лишь стоил. Обычно стоит 199. Я, конечно же, взяла. Удобная большая упаковка 15 мл. Удобный носик-дозатор такой. Средство жёлто-такого оранжеватого цвета. Наносила я сегодня утром под глазки. Мне кажется, неплохо скрывать тёмные круги. Подойдёт больше на загорелую кожу, на средний тон кожи. На светлую я бы не сказала, что он светлый, скорее он такой средний-тёмный. Ну, скоро лето, я надеюсь, что моя кожа как-то загорит. И тональные средства я сейчас использую от Эрифлейм и от Фаберлик. Да, я чередую два у меня из тональных средств. И они оба идут с таким средним тоном, то есть не очень светлым. Вот, смотрите, если на кожу наносить, чуть-чуть такой лёгкий оттенок загара придаёт. Приятное средство, имеет приятный аромат, быстро, легко распределяется пальчиками. Я думаю, что и кисточка у вас не составит труда его распределить. Вот, ну, в общем, хороший продукт, могу посоветовать. Там есть ещё зелёный, лиловый и другие оттенки. Ну и последнее, что я уже в последний момент решила себе заказать. У меня пришла в негодность пилочка для ногтей стеклянная. Я сейчас перешла на них, я только ими пользуюсь. И я взяла себе от компании Фаберлик. Она идёт в такой вот упырчатом пакетике, я вам оставила показать. Она идёт в таком ещё чехольчике прозрачном. И сама пилочка такая милая, девчачья, красивая, женственная. Розово-сиренево идёт такой градиент на неё, светлого, более тёмному. Само основание её, вот это вот заострение хорошее очень. И пилочка сама идёт с очень хорошим таким напылением. Я уже попробовала её немножко подпилить ногти. Отлично она с этим справляется. Стоила она в каталоге 100 рублей. Но мне, естественно, как консультанту она вышла дешевле этих денежек. Так, не сказала, что, по-моему, артикул 97.48 данной пилочки. Вот, такой у меня был довольно-таки крупный заказ, много средств. Но всё это у меня вышло около 1000 с небольшим рублей, что недорого в наше время, потому что в магазинах всё стоит очень дорого. И это всё пока то, что я решила взять по седьмому каталогу. Показывала вам очень много, но, к сожалению, большинства из этого, когда я делала на складе, не было. Не было ни закупальника, который я всё пытаюсь себе найти. Не было обуви, не было одежды мужской, женской, детской. Ничего, к сожалению, на складе не было. Хотя сейчас, говорят, всё появилось. Ну, ладно. Восьмой каталог я получила. Это, значит, с 15 мая по 4 июня он будет действовать. Такой красивый, толстенький каталог, больше 300 страниц, 340. Интересный. Но я буду делать ближе к концу каталога. Возможно, я буду приобретать себе что-то ещё. Я пока, думаю, не буду вам говорить здесь анонс, потому что, на самом деле, ещё пока не определилась, что я буду брать. Вот такой вот у меня был заказ. Если вам понравилось данное видео, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Если вы ещё не подписаны на мой канал, подпишитесь. Я буду очень рада вашим комментариям, если вы их напишите. По возможности я на них стараюсь и буду отвечать. Всем желаю приятных тёплых дней, отличного настроения, продолжения весны. Всем удачи, самое главное здоровья и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok